Напомню, на календаре 24 октября вторник, а уже завтра, 25 числа в Ульяновске, стартут импровизационный баттл. Ох, как интересно! Ну, впрочем, сейчас удовлетворить все свои интересы, нам помогут наши утренние гости. У нас сегодня этим утром Елена Юлия, актриса Ульяновского областного драматического театра, рефери баттла, и Мялицин Виталий, актер драматического театра, куратор проекта и резидент проекта импровизационный баттл в Ульяновске. Юля Виталий. Доброе утро! Доброе утро! Рада вас видеть. Доброе утро, здравствуйте. Проект, импровизационный баттл. Чуть поподробнее, что он будет из себя представлять? Он уже стартует, кстати, завтра. Завтра, да. Уже накануне. У нас уже накануне, да. Ну, пожалуйста, начнем с организатора. Да, давайте. Хорошо. Ну, если совсем кратенько, что такое баттл-баттл? Это битва, собственно, битва у нас и должна разразиться между театрами. На одной площадке встретятся четыре театра. Это драмтеатр, молодежный театр, театр-студия Анфанти Рибль и Ульяновский театр-кукол. И мы будем выяснять, кто же сильнее всех в жанре актерской импровизации. Так, хорошо. Юль, а вы, получается, судья? Получается, что да. Нет, я не судья, я ведущая. То есть, да, это будет мой дебют. В качестве ведущей. В качестве ведущей. Потому что в прошлом году я была непосредственно участником, а в этом году я пробую себя в роли ведущей. Очень неожиданно, наверное, будет, да, сначала побыть в саду? Конечно. Объем другой, да? Да, да, да. Конечно, это совершенно разные вещи. Но на самом деле это очень интересно, именно такую работу свою внутреннюю провести от одного к другому. Что поспособствовало такому переходу в судейство, собственно говоря? Можем узнать так, чтобы интересно. Да, Виталий. Юля просто блистала в прошлом году. И мы понимаем, что надо расти человеку, что он уже себя отменно зарекомендовал. Повысили, да? Да, это такое повышение, безусловно. И кроме того, были еще другие актеры, которые тоже очень хотели поучаствовать. Но не сложилось в прошлом году у них. И поэтому мы так посоветовались с Юлей, и она была не против попробовать. И мы поняли, что надо пробовать. Проекту два года. В Ульяновске. В Ульяновске. Да. Два года. Есть еще не в Ульяновске тогда, да? Да, есть еще не в Ульяновске. А вот тут и корни, да. Уширная география. Корни вообще из города, из Москвы, из театра на Юго-Западе. Там все это зародилось. Затем... Да, это было в 2016 году. Вот. Там все это зародилось. И это нашло такой большой отклик в Московской области, скажем так, да. И уже потом проходили московские чемпионаты или турниры, правильно, я не знаю, как это точнее сказать. Где принимали участие и театр Олега Табакова, и мастерская Петра Фоменко. Также был московский губернский театр. Ну, то есть это было достаточно такое, массовое. И уже в 2018 году все это, вся эта игра вышла на федеральный уровень. И тогда участвовало три города. Санкт-Петербург, Севастополь и Москва. И уже потом присоединилось практически 50 городов к этой игре. 50? 50, да. И вот буквально в прошлом году уже присоединился и Ульянов. Ну вот как до батла дошел Ульяновский, Виталий, это благодаря вам. Да. Ну, да, нескромно скажу. Ну, 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 развеется. Все дело в том, что мне посчастливилось побывать на форуме Таврида. Знаем такой. Да, замечательно. И там, собственно, был Максим Драченин, автор, ведущий этого проекта. И там у них был такой, ну, воркшоп, скажем так, да, куда можно было прийти, посмотреть. Я это сделал, пришел, посмотрел, понял, что это интересно мне. Мне кажется, это будет интересно в нашем городе. Ну, дальше мы там не познакомились. Познакомились мы позднее, когда я рассказал об этой идее художественному руководителю театра Алексею Вячеславовичу Храпскому. Он тоже заинтересовался. Тогда уже я, так сказать, вошел в контакт, списался. Им тоже это стало интересно. Ну, и так пошло-поехало. И мы... Нет, здесь дальше проходит год. На следующий год я вновь попадаю на Тавриду, но уже с грантовым проектом. А, вот как. Да, выигрываю в грантовом конкурсе. И, собственно, на эти деньги и состоялся первый баттл в нашем городе. А в чем он заключается вот в этом году? Что будет? Как будет соревноваться? Как выявить его лучшего в этом импровизации? Что нужно сделать, быть актером? Да. Юля? Вообще импровизационный баттл – это не просто игра. На самом деле это все основывается на традициях русского психологического театра, на системе Станиславского. То есть импровизационный баттл – это такая актерская импровизация, как форма творческого процесса. То есть там самое главное – процесс, не результат. Это не просто веселье, хотя на самом деле это очень весело получается. Вот. И вообще его, скажем так, много где эта игра сейчас развивается в свои направления. То есть это даже детские, молодежные вещи. Например, это и в детских театральных студиях проходит, и в детских школ искусств. Также молодежные театральные студии, мастерские. Ну и, конечно... То есть как это будет проходить? Мне интересно, то есть, во-первых, будут ли зрители, или это только вот для актеров, зрителей будут, да? Соответственно, какие-то задания получают, прямо вот здесь и сейчас, да? И разыграют, правильно я понимаю? Как говорится, хорошая импровизация – это подготовленная импровизация, да? И существует же какая-то заданная тематика? Нет, конечно, сами участники проходят определенную техническую подготовку, как это должно, как нужно стоять, что нужно громко говорить, говорить именно в зал. Если это определенный конкурс, то стоять в три четверти к зрителю. То есть есть свои законы определенные, это сценические законы, есть актерские законы, когда ты, если ты выходишь как участник уже на ринг, тебе нужно оправдать не только позу, но и эмоцию. Если ты, ну, там есть такой интересный один конкурс, где нужно сменить своего партнера, учитывая абсолютно все то, что он делает, только кардинально меняя ситуацию. И все это обговаривается, конечно, заранее, но сами задания, которые будут давать, они никому неизвестны, и иногда бывает, и чаще бывает, что они эти задания получают из зала. Я правильно понимаю, существуют какие-то номинации все-таки, да? Или нет? А смотрите, у нас будет присутствовать жюри, у которых есть критерии оценок, и сам батл состоит из нескольких раундов, каждый раунд оценивается по отдельности, и в итоге все баллы суммируются, и таким образом определяется победитель. Ну вот как все-таки, по какому конкретному критерию? То есть он понравился, не понравился? Вот прежде всего, это что? В чем победа, да? Или вот опять-таки, да, это все как-то комплексно? Судьи проходят определенную тоже, так скажем, маленькую стажировку, потому что это очень важно, чтобы это было, ну, понимаете, не просто веселье ради веселья, там есть актерские законы, которые мы должны соблюдать, и это все оговаривается. То есть если я, и у тебя есть определенная задача, ты должен ее держать до конца своего раунда, не теряя, вот, ну, и таких вот моментов очень много. А работают только профессионалы? Участвуют, да? Или как? Конкретно в нашем, у нас. Да, вот именно в проекте импровизационный батл, это единственная вообще профессиональная игра для актеров профессиональных, но есть еще театральный поединок, это уже проект именно для студентов, для непрофессиональных театров. Да, здесь именно акцент делается на профессиональных актерах. А проходить будет в один день или несколько дней расстануться? Каким образом это будет? То есть только вот завтра, 25-го числа? Нет, смотрите, у нас все, так как у нас 4 команды, мы начинаем сразу с полуфиналов. 25-е, 26-е число мы играем на площадке Ульяновского молодежного театра, а 27-го у нас такой большой, грандиозный гранд-финал на большой основной сцене Ульяновского драматического театра. И победитель один выявляется? Или команда? Или здесь тоже, опять-таки, существует сольная победа? Или все равно только команда? Да, команда. Это командная игра, да. Это командная насплоченность, на объединение. А каким вот образом формировались эти самые команды? Какой-то тоже кастинг проводился? Или вот тоже желающие заявлялись и дальше как-то, да? Ну, здесь уже каждый театр, изначально мы разговариваем в принципе с театром, хотят ли они участвовать, а команда уже внутри театра сами формируется. Кому кто-то, может быть, сначала приходит на тренинг, понимает для себя, интересно, неинтересно. И как-то вот так кто-то отсеивается, кто-то, наоборот, прибавляется и формируется команда. А сколько участников команды? Пять человек в каждой команде. А пять человек? То есть это команда по времени? Ну, вообще игра ориентировочная час двадцать идет. То есть вообще, если говорить о продолжительности дня такого импровизационного баттла, это час с небольшим. Час с небольшим, но 27 числа в драмтеатре у нас будет... Две игры. Да, две игры за третье-четвертое место и за первое-второе место. Соответственно, час двадцать умножается на два. Что получает победитель? Такой вопрос. Это звездочка невероятную эйфорию. Ну, здесь мы говорим, да, о профессиональном таком удовольствии, да, наверняка? Конечно. Да, ну вот я бы хотел еще сказать, что здесь, конечно, есть такой соревновательный момент, он очень важен, но, кроме всего прочего, это ведь проект про объединение театров, потому что когда еще появится такая возможность увидеть на одной сцене актеров из разных театров в один момент, играющих вместе? Дух соперничества все равно. Ну да, наверняка присутствует. Он за свое учреждение, да, за свой театр побороться, посражаться. Вообще могу сказать, что, ну, так сказать, когда я была участником, это на самом деле очень крутой, мощный актерский тренинг внутренний. А когда ты находишься в этой стрессовой ситуации, то есть эти буквально минуту или там несколько секунд в зависимости от раунда, в этот момент ты сам себе и сценарист, и режиссер, и тут же исполнители. Конечно, этот вот стресс такой вот здесь и сейчас, он на самом деле дает возможность познать какие-то свои внутренние, внутренний потенциал актерский. Это на самом деле очень здорово. А для актера вообще это свойственно, импровизация, вот такого рода существования на площадке? Или же все-таки мы привыкли к тому, что актер все-таки, да, это драматургия, это определенная пьеса, режиссерский замысел. А здесь ты сам себе господин такой получился, да? Ну, нет, господин-то как бы внутри себя, но в определенной задаче. Все равно здесь существует задача, которой нужно придерживаться. Да, 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 то есть я не просто так, там есть определенная задача, есть вопрос, кто, где, что случилось, и нужно все это, то есть у себя собрать в одну кучу, как говорится, и с этим выходить. А вот вы, когда обращались к театрам для того, чтобы узнать, хотят или не хотят, как вообще, откликались с удовольствием актеры, или говорили, ой, нет, у нас, вы знаете, столько всего, вот нам вот не до этого, и мы не будем. Как откликались? Ну, с одной стороны, хочется какой-то, может быть, драме рассказать, как все было сложно, но на самом деле, вот если говорить искренне, то не было ни одного отказа. Все откликались, всем это интересно, я надеюсь, останется таковым в следующих наших проектах, и как бы... А проект как-то может развиваться, вот данный импровизационный батл? Вообще год от года он как-то может, какой-то формат менять, быть может? Да, он может развиваться. Самое простое, это мы можем, наши ульяновские импровизаторы могут ездить в другие регионы, в перспективе даже, может быть, в столицу, соревноваться с лучшими из лучших. Ну, а кроме того, мы можем в перспективе привозить кого-то сюда и разбавлять наши театры иногородними коллегами. Вы думаете уже об этом, или пока вот только у вас задача провести в этом году, вот сейчас вместе с нашими? Или какие-то мысли уже есть по этому поводу? Конечно, есть, приоткрывать его пока не будем, да, еще рано, но мысли есть, и мы не планируем, можно сказать точно, что на этом турнире мы не планируем останавливаться. Хорошо, ну а если говорить о зрителях все-таки, да, ради них это тоже делается ведь правильно, а зритель, он кто вот в контексте импровизационного батла? На кого рассчитано, на какую публику все действия? Возрастной ценз 12+, то есть это самая такая широкая аудитория, кроме того, она еще является, в принципе, непосредственным участником, потому что в некоторых раундах... А? Публика? Да, да, да. Можно они будут некоторые даже давать зрителей, когда... Допустим, есть раунд, где нам нужен предмет, и любой зритель может дать что-то из своей сумки. Интерактив хороший, да? Да, конечно, обязательно. И это тоже доказывает, что это такая импровизация, актеры не знают, какой предмет может им достаться, это могут быть самые неожиданные вещи. А зрители знают, что они могут взаимодействовать до того, или они тоже так импровизационно подключаются? Тоже импровизационно подключаются, да, и с удовольствием ищут что-нибудь. В жестовом сумочке можно найти пару такие необычные вещи, только предложи это, да? Ну, у нас вот, например, на прошлой игре каким-то образом у зрителя оказался ковш. Вы знаете, как это... Ох! Да, это было очень здорово, и это было очень... И еще это было здорово обыгрывать командам, то есть нам прям повезло. Вот это такое разнообразие. Фантазия. Как вы обыграли ковш? Ой, там по-разному. Мы обыграли, что это зеркальце, а противоположная команда обыграла, что это большая трубка. И это было неожиданно, здорово, непредсказуемо и весело. А бывают какие-то ситуации, которые могут поставить в тупик? Какое-то задание или какой-то вопрос? Ну вот прям... Нет, наверное, нет такого, да? Здесь вероятность очень мала. Почему? Потому что до самого батла проходят мастер-классы под руководством Максима Драченина. Он приезжает заранее. Мы все вместе, все актеры всех театров собираемся весь день. Все пробуем, изучаем, и поэтому... Выходим максимально готовыми. Это технические детали. Да, потому что мы же не знаем, что нам... Мы можем обыгрывать, если мы тренируемся, мы можем обыгрывать там ремень, бутылку. Ну то, что сами можем привезти. Но что будет на игре, это, конечно, кому неизвестно. Очень интересно. Да, очень интересно. Хорошо. Ну успехов вашему проекту. Успехов вам в новом качестве, Юль. Спасибо, да. И пусть баттл под вашим руководством совершенствуется, развивается. Будет очень интересно. Получите довольствие. Посмотреть. И поучаствовать, да. Тем более формат это позволяет. Спасибо огромное за встречу. Друзья, напомним, что в гостях у нас сегодня были Елена Юлия, актриса Ульяновского областного драматического театра, рефери баттла, и Мялицин Виталий, актер драматического театра, куратор проекта, резидент проекта «Импровизационный баттл» в Ульяновске. Это «Утро» с репортером. Движемся далее.